Совершенно секретно. Карл Денец. Родился 16 сентября 1891 года Берлин. Немецкий военный и государственный деятель. Гросс-адмирал, командующий подводным флотом с 1939 по 1943 года. Главнокомандующий военно-морским флотом нацистской Германии с 1943 по 1945 годы. Глава государства, главнокомандующий вооруженными силами нацистской Германии с 30 апреля по 23 мая 1945 года. География начала морской карьеры. Карл Денец. Родился в Грюнау, близ Берлина, в семье инженера-оптика, который работал в фирме Карл Цейс. По окончании Вермесской реальной гимназии в апреле 1910 года продолжил образование в военно-морских училищах Киля и Мюрквика. С 1 апреля 1910 года по 31 марта 1911 года служил на тяжелом кресле Герда. С 1 октября 1912 года морской кадет на легком крейсере Бреслау. В сентябре 1913 года получил звание лейтенанта. Первая мировая война. В начале Первой мировой войны на крейсере Бреслау, перебазирующаяся из Средиземного и Черного моря, передается в Турцию. Вместе с экипажем в ноябре 1914 года Денец награждается железным крестом второй степени. Крейсер активно оперирует против русского черноморского флота, но в июле 1915 года попадает на мину. Во время ремонта корабля Денец служит в ВВС стрелком и наблюдателем. В декабре 1916 года Денец возвращается в Германию, проходит курсы офицера-подводника. Служил вахтенным офицером на подводной лодке Ю-39. С 1 марта 1918 года назначен командиром подводной лодки Ю-25. За время его командования подводная лодка добилась четырех побед. Потопила суда общим водоизмещением 16 тысяч тонн. Затем был переведен на подводную лодку Ю-68, на которой совершил один боевой поход. 3 октября 1918 года подводная лодка атаковала охраняемый конвой. Поразила транспорт ОПАК. Она была контратакована глубинными бомбами и получила повреждение всплывом, после чего была расстреляна корабельной артиллерией. Экипаж потонул. Часть попала в плен. Между мировыми войнами В июле 1919 года Карл возвращается из британского плена. Вновь служит в МС Германии. С 1920 по 1923 годы становится командиром миноносца, а с 1921 получает звание капитан-лейтенантом. С 1923 советник управления подводного флота военно-морской инспекции. Служил штурманом на крейсере «Нимфа». С 1930 года старший офицер штаба Североморского района. С 1934 по 1935 годы командир крейсера «Эмден». В сентябре 1935 года назначен командующим первым подводным флотом Германии под названием «Видинген». С 1939 командующий подводным флотом крейсмарины. Вторая мировая война. С 1 октября 1939 года контр-адмирал Карл Денец лично осуществлял планирование операции против британской военно-морской базы «Скапа Флоу». 13-14 октября 1939 года немецкая подводная лодка «Ю-47» под командованием Гюнтера Прина, специально отобранного для атаки на «Скапа Флоу» Денецом, проникла в гавань, перегороженным тремя блокшивами. В результате трех торпедных залпов с подлодки был потоплен британский линкор Royal Oak. Ю-47 благополучно вернулась в Вильгельм. 17 октября 1940 года награжденный рыцарским крестом. С 1 сентября 1940 года вице-адмирал. В марте 1942 года присвоено звание «Адмирал». 17 сентября 1942 года Денец издал так называемый приказ «Приказ о Лаконии» для командиров всех подводных лодок ВМФ Германии, который запрещал оказывать помощь пассажирам и экипажу потопленных подводной лодкой судов. С 30 января 1943 года Денец стал главнокомандующим военным морскими силами Германии, получив звание Гросс-адмирал. В апреле 1943 года был награжден дубовыми листьями к рыцарскому кресту. 6 мая 1945 года Денец присвоил эвакуацию мирного населения важнейший приоритет и отдал для нужд эвакуации резервы горючего подлодок. С апреля транспортные суда стояли без горючего. За два дня было эвакуировано около 120 тысяч человек. С 23 января по 1 мая 1945 года было эвакуировано примерно 800 тысяч беженцев, 355 тысяч раненых и 215 тысяч военнослужащих. В качестве эрикс-президента перед тем, как покончить жизнь самоубийством, Гитлер в политическом завещании от 29 апреля 1945 года назначил находившуюся тогда на севере Германии Денеца своим преемником на посту эрикс-президента и верховного главнокомандующего. Став главой страны 2 мая 1945 года, Денец перенес свою резиденцию в здание военно-морского училища во Флесенбург в Мёрквике. В тот же день Денец выступил с возданием к немецкому народу, в котором сообщил о гибели Адольфа Гитлера и о том, что он стал его преемником. И тогда же сформировал новое правительство в Германии во главе с графом Шервеном фон Крозигом. В условиях неизбежного поражения Германии Денец предпринимал попытки добиться скорейшего заключения перемирия с западными союзниками и вывести как можно больше войск и гражданского населения с территории, которые могли быть заняты советскими войсками. 7 мая представители Денеца подписали в Римсе акт капитуляции Германии перед правительством Англии, США и СССР. 8 мая 9 мая по московскому времени повторно по требованию советской стороны фельдмаршал Кейтель подписал акт без заговорочной капитуляции. Таким образом, Карл Денец был последним, кто занимал должность рейхс-президента. 23 мая 1945 года правительство Денеца и графа Шверена было арестовано американским в полном составе. Денец был припровожден в Нюрнберг, где перестал перед судом. Нюрнбергский процесс Карл Денец был виновным по двум статьям «Преступления против мира» и «Военные преступления». Суд приговорил его к десяти годам лишения свободы. Послевоенная жизнь Денец был освобожден 1 октября 1956 года из тюрьмы Шпандау в Западном Берлине. Он поселился в маленькой деревушке Аумле на севере Германии, где прожил остаток своей жизни. Денец за свое время написал три книги «10 лет и 20 дней», вторая книга «Моя изменчивая жизнь» и третья книга «Немецкие подводные лодки во Второй мировой войне». Карл Денец скончался от сердечного приступа 24 декабря 1980 года и был похоронен рядом со своей женой на кладбище в Альбрихдов 6 января 1981 года. Он был последним немецким офицером в чине гроз адмирала. Многие бывшие военнослужащие и иностранные военно-морские офицеры пришли на его похороны, чтобы отдать ему дать память и уважение. Однако им было запрещено присутствовать в военной форме. Хотя, согласно военному регламенту, Денецу полагалась военный экскорт бундесвера. Федеральное министерство обороны ФРГ издало приказ, запрещающий военнослужащим в военной форме присутствовать на похоронах. Как их сами похороны были приказаны организовать без воинских почестей, это решение вызвало волну возмущения, направленную против министра обороны ФРГ Ханса Апеля.